Здравствуйте, мои уважаемые телезрители! С вами в студии Наталья Чумаченко, а это значит, что в эфире Клуб Арсенал, передача, в которой мы по традиции рассказываем о самых интересных и творческих людях с активной гражданской и жизненной позицией. Мы часто берем темы инженеров, конструкторов и айтишников, потому что хотим показать все то новое и прогрессивное, что они приносят нам в общество. Сегодня мы немного отклонимся от привычного нам вектора и поговорим о самых творческих людях-актерах. Тема нашей передачи – артисты больших и малых сцен. По большому счету, актер во все времена – это исполнитель ролей в спектаклях и кино. Актерское искусство непрерывно эволюционировало. До начала 20 века в актерской игре преобладали шаблонность характеров и типажей. Революцию в актерском мастерстве совершил основатель МХАТа Константин Сергеевич Станиславский. Но мало кто помнит сегодня, что основные принципы своей системы воспитания актеров этот великий человек перенял у выдающегося актера 19 века Василия Николаевича Андреева Бурлака, которым гордится Симбирский край. Василий Николаевич Андреев родился в дворянской семье в Симбирске в 1843 году. Он успешно окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, что по тем временам считалось очень хорошим результатом для молодого человека. И поступил вольнослушателем в Казанский университет. Но судьба очень многих деятелей театра, музыки, изобразительного искусства такова, что они часто не могут закончить учебу, если им не нравится это учение. И он устроился сначала помощником капитана буксирного парохода, а потом стал сам капитаном пассажирского парохода. С этим же связано его псевдоним будущий, да? Абсолютно, да, потому что Андреевых много, а он себе взял псевдоним «Бурлак». Потом даже дело кончилось тем, что на афишах просто писали «Бурлак». Но вот со временем он стал сначала любителем, а потом поступил уже на профессиональную сцену, участвовал в различных, как раньше говорили и сейчас, в общем-то, ангажементах, то есть предприятиях театральных. Ему были доступны в основном, конечно, острохарактерные роли и русского репертуара. – Это правда, что он роли вообще практически никогда не учил? – Вы знаете, проблема действительно состоит в том, что он часто не учил. И ему даже Александр Николаевич Островский сделал замечание, что, вы знаете, голубчик, вы хорошо играли, но я таких слов не писал. – Он был создан, конечно, для театра одного актёра. Вот там он был мастер. Ему блестяще удавались такие, скажем, образы, как образ Поприщина в записках сумасшедшего Гоголя или Иудушка Головлёв, господа Головлёвы. Удавались герои Достоевского очень. Вот он блестяще играл. Ну что же, звезда его взошла, можно сказать, очень яркая. Именно в 80-е годы. А нам ещё очень дорого, что он входил в группу актёров, тесно связанных с Симбирском. Это выдающаяся актриса Полина Степетова и её муж Модест Писарев. Это была такая троица. К сожалению большому, вот так как он был человек одинокий, импульсивный, семьи у него не было, не было железной женской руки, которая бы его крепко держала, то он страдал невероятной щедростью, прямо надо сказать. Вот ему устроят бенефис, он тут же все деньги пустит на банкет, а потом у этих же людей деньги занимают на следующий день. Закончил он свою жизнь в Казани в 1888 году, то оставив, конечно, в провинции, да и в Москве яркий след. История русского театра второй половины XIX века, она невозможна без имени нашего земляка. Творческая натура в человеке может проявиться в любое время, особенно часто это происходит в детстве и юности. Мы начинаем первый раз в жизни пробовать рисовать, лепить, играть на разных инструментах, танцевать и так далее. Вот и следующие герои нашей передачи уже с детства знали, кем они станут. Сегодня мы расскажем про выпускников актерского факультета УЛГУ, которые четыре года грызли гранит сценического мастерства. Так сказать, покажем их путь через тернии к мечте. Все педагоги, они крепкие. Они прошли эту школу, они актеры, они работают в театрах. Пусть в разных, но они работают. Они, так сказать, на практике все это постигали сами, и они знают, что нам передать. То есть у них есть этот чувственный опыт, который они могут нам передать. Конечно, разными способами. Все индивидуально, но они это делают. Вот скажи, пожалуйста, сложно ли тебе вжиться в новую роль, и сложно ли тебе выучивать вот эти громадные тексты, которые требуются? Может быть, у тебя какой-то свой секрет есть, например, когда ты учишь? Поделись, пожалуйста. Ну, насчет текстов могу сказать так, что я их специально не учу, а в ходе репетиции вот на площадке, когда мы начинаем что-то пробовать или какие-то сцены уже выстраиваем, то постепенно текст укладывается сам. И в процессе понимания его, и в процессе репетиции он так ложится. Слово за слово, полочка такая. Получается, и вот, вроде он уже выучен, а никаких специальных действий не стоило предпринимать даже. Спустя 4 года ты не жалеешь о том, что когда-то выбрала профессию актера? Может быть, уже разочаровалась в этом? Или нет у тебя? Только ты думаешь, что у тебя все впереди, все вот за горами. Ну, я не разочаровалась в профессии. Я как хотела, так и хочу. Я думаю, просто каждому актеру, как и каждому человеку, нужно найти свое место. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пластуший рожок. И в ответ ему сотнями голосов чуть вздрогнув, откликается оркестр. Мелодия росла, подымалась. Ушивала, как ветер. Несла с повершенным деревом, ревала листья. Качала траву. Била в лицо прохладными брызгами. Даг не почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес. Ее горы. Песни рожков. Ее море. Ее родина. Значит, это был он. Тот седой человек, что помог ей принести эту дому корзину с елыми шишками. Это был Эдвард Грик. Да, обучение было сложное. Ну, как, наверное, и все обучение на разных факультетах. Но здесь мне нужно было изменить себя прежде всего. То есть, мне кажется, изначально, когда я пришла, я совсем не подходила для этой профессии. И мне нужно было сломать свои какие-то зажимы, какие-то устои, чтобы выйти на сцену и быть правдивой. И это было очень сложно. Это нужно было ломать себя. Актерское искусство постоянно эволюционирует. Однако не будем углубляться в историю и скажем лишь, что актерская профессия во все времена является популярной и желанной. Многих привлекает известность, богатство и интересная жизнь. В Ульяновске сегодня работает такая кузница кадров. Классический университет готовит замечательных актеров, благодаря которым наши из соседних регионов театра развиваются, растут и крепнут. У нас идет рабочий процесс, и ребята пытаются понять, что ничего не меняется в жизни во времена Островского или в любой другой ситуации в западном. Всегда костюмы меняются, иногда меняется речь. Но в принципе проблемы все те же самые. Предательство, любовь, продажа женщин, покупка женщин, крышевание, как сейчас говорят, бизнеса, отъем бизнеса, передел. Я могу сказать одно, что здесь дети занимаются делом, они не тусуются, как многие в ГИТИСе или где-то в Москве. Они не избалованы, они мало что, скажем, видели. Ну, Гончаровский театр замечательный, я его люблю. Еще когда в нем работал замечательный Александров и Валерий Сергеевич Шейман. Я люблю этот театр давно. Они занимаются делом, им хочется стать профессионалами. Как там дальше сложится, я не знаю. Но из московских вузов никто не приедет работать сюда или в Тушеказань, не приедут. Поэтому если уничтожат факультет и кафедру актерского мастерства здесь, то где будет брать кадры из других городов? А тут, в общем-то, педагоги из театра и себе. Ну, просто то, что могут платить люди в Москве, то, естественно, в Ульяновской области таких денег нет за обучение. Если бы я пришел в свое время, сказал папа с мамой, я поступил, надо платить там, как в Москве сейчас, 300 с лишним тысяч в год, меня бы убили. То есть талантливые ребята могут уже не учиться, а дети богатых родителей нет талантливые будут учиться. А вот мы потом получим с вами артистов. Однако уже скоро ситуация может резко измениться в худшую сторону, потому как бюджетные места сокращают, а цену за обучение не только самых востребованных технических специальностей, но и творческих поднимают. Проблемы есть, а решения пока нет. Проблема у нас очень большая перед факультетом, не только перед этой специальностью. То есть у нас уменьшается с каждым годом количество бюджетных мест. А поскольку стоимость за обучение непомерно велика для нашего региона и составляет около 130 тысяч ежегодно, то мы совершенно теряем вне бюджетных студентов, а бюджетных мест либо вообще нет, либо все меньше и меньше и меньше. Это очень большая проблема. И очень жаль, что мы сталкиваемся с ней в год, когда факультету 20 лет. Когда он набрал стилу, когда он имеет опытные кадры, когда он вырастил уже своих, тех, кто закончил этот факультет. Ну вот такая сейчас реалия времени, что в профильные вузы забираются все места. То есть я имею в виду вузы, которые занимаются образованием только художественным, только музыкальным, только театральным. Поэтому вот такая ситуация сложилась, особенно в периферийных вузах, не столичных, мест становится все меньше. Мы пишем письма, мы за это боремся, мы везде выступаем. Но насколько действенны будут все наши предпринимаемые меры, пока сказать очень сложно. То есть в этом году у нас всего 24 бюджетных места на факультете. На следующий год контрольные цифры приема по бюджету только 14 мест. Будем надеяться, что у наших ульяновских выпускников актерского факультета все получится, несмотря ни на что. И через некоторое время мы увидим их блистающими на драматических сценах по всей России. А пока давайте посмотрим отрывки из выпускного экзамена наших замечательных талантливых ребят. В самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон Из углового выходил студент-медик третьего курса Степан Клочков. И усердно зубрил свою медицину. Ну, у окна, надо буриться. Сидела его жилица Анюта. Маленькая, худенькая брюнетка, лет 25. Очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувшись в спину, она вышивала красными нитками по воротнику морской сорочки. Работа была спешной, коридорные часы сипло, пробили два по полудни, а в номерке еще не было убрано. Грязное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомканно. Правая легкая состоит из стрелдали из убил Клочков. На передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4-го ребра, на задеосте лопатки. Клочков сили себе представить только что прочитанное, стал прощупывать у себя сквозь жилетку свои верхние ребра. Эти ребра похожи на рояльные клавиши, сказал он. Чтобы не спутаться в щёте, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется постудировать на скелете. А ну или на живом человеке. А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь. Анюта оставила своё вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел напротив неё, нахмурился и стал считать её ребра. Я смотрю на Рублёву. Лицо у него и спитое и поношное, но во всём его образе уцелело ещё столько от порядочности, барской снежности и приличия, что эти грубые дали в шею совсем не вяжут из его интеллигентной фигуры. Скандал первостатейный. Шёл домой, всю дорогу хохотал. Ну, слушай же. На Арбате живёт некий присвистов. Отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах, аристократ, стало быть. Выдаёт он дочку за купеческого сына Ескимосова. Ескимосова. Этот Ескимосов? Порвеню, ему вы жанр, свинья в ермолке. Но попавшись с дочкой, манже и вуар хочется, так что тут некогда рассуждать о мовы жанрах. Ладно. Отправляю себя в девятом часу к присвистову. Допёрствовать на улице дождь, туман, на душе по обыкновению гнусно. Прихожу к присвистову. Молодые гости после лица фрукты трескают. Я иду к своему посту, роялюсь, сажусь. А, вы пришли, увидел меня хозяин. Так вы уж, любезный, смотрите. Играть как следует, а главное не напиваться. Я, брат, давно привык к таким приветствиям, не обижаюсь. Назвался грузник, полезай в кузов. В самом деле, что это такое? Топёр, прислуга, официант, умеющий играть. У купцов он тыкает, и на чай дают, и нисколько не обидно. Ладно. Сажусь, я за рояль и начинаю. По времени слегка знаю, что пальцы разошлись. Играю. И слышу, что сзади меня кто-то подпил. Вообще, мы все одарены вот этим театральным талантом в какой-то степени. Каждый из нас человек, каждого человека тянет играть, ну, опять же, в какой-то степени. И, не знаю, возможно, у меня это как-то больше проявлялось, нежели у других. Безусловно, на первых курсах у меня было совершенно неправильное представление о профессии. То есть, когда я приходил на первые занятия, я вообще не знал, что там будет. То есть, как будет проходить процесс и так далее. И обучение простроено достаточно грамотно. То есть, изначально были какие-то даже детские игры, какие-то, ну, такие занятия, достаточно несерьёзные, через которые ты начинаешь развивать какие-то свои навыки. Ну, в общем, я не знаю даже, как сказать. Ну, было не очень трудно, но я со временем заметил, что моё восприятие профессии поменялось кардинально. И то, что я думал о профессии, когда поступал на первый курс, совершенно различается от того, что это есть на самом деле. Но, опять же, эти четыре курса – это как песочница детская. То есть, когда ты пойдёшь в театр, там начнётся настоящая школа. Ну, все преподаватели любимые, вот, потому что мне скоро получать диплом. Со всеми мы прекрасно общаемся, все преподаватели замечательные люди. И самое главное, они очень профессиональны. Большинство преподавателей играет у нас в театрах. Наш мастер Алексей Вячеславович Храпсков, он возился с нами, так сказать, больше всего, больше всего времени мы проводили с ним. И он стал для нас родным-родным. Ну, на самом деле, актёрская профессия, она, может быть, не принесёт такого большого дохода, как принесёт, может принести какая-либо другая профессия, не знаю, таможенника, там, не знаю, нефтяника. Но те навыки, которые ты получаешь вот за эти четыре года, они могут пригодиться абсолютно во всём, абсолютно в любой профессии. И я считаю, что это всё не зря. Профессия актёра востребована, всегда будет востребована, но сейчас присутствует большая конкуренция. Сейчас правительство говорит, что актёров много, закрывается, не перестают давать бюджетные места, даже в некоторых вузах, в нашем в том числе. И нужно будет пробиваться, сейчас это стало немного сложнее. Ну, так сложилось, что мне скоро предстоит вступить в ряды вооружённых сил Российской Федерации, и после этого я даже не знаю, куда я попаду, в каком городе я останусь. Ну, вообще, я, конечно, хотел бы прокатиться по всей стране, пожить там-там. Но театр — это и такое место, такой коллектив, такая семья, где вот так вот мимолётом лучше не садиться. Если ты занимаешься в каком-то театре, вступаешь в какой-то коллектив, то лучше существовать там как можно дольше. Вообще, я с детства полюбил Евгения Лёнова. Я смотрел фильмы с ним и читал очень много биографий его, его интервью, каких-то писем, которые он писал своим сыновьям. И то, что даже тогда он писал своему сыну, говорил, актуально и сейчас. То есть, как бы это выразить? Ну, вообще, актёров много хороших, много профессиональных актёров, много тех, которые делают правильно, но если ты делаешь что-то правильно, не значит, что это интересно. Поглядываюсь. Барышня, стыд, бестия, сзади меня и на клавишу мильно глядит. Я говорю, мазель, я не знал, что меня слушают. Она так задыхает и говорит, хорошая вещь. Да, говорю, хорошая, а вы не что любите музыку? И завязался разговор. Барышня оказалась разговорчивой. Я её здесь записывал, сама разболталась, как говорит, жаль, что нынешняя молодёжь не увлекается серьёзной музыкой. Я дурак, болван, рад, что на меня обратили внимание, осталось ещё это гнусное самолюбие. Принимаешь, знаешь, эдакую позу, и начиная ей объяснять индифференцизм молодёжи отсутствием в обществе эстетических потребностей, зафилософствовался, беседуя я с барышней, и тут начинаю замечать что-то неланное. За моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся. Слышу слово «топёр», «хихиканье», про меня, значит, говорят. Ну, думаю, может быть, у меня галстук развязался. Пробую галстук, думаю, ничего, всё нормально, и продолжаю разговор. А барышня, горячится, всё раскраснелось, так и чешет. Такую критику пустил на композиторов, что держись, шапка. В демоне оркестровка хороша, мотивов нет. Римская корсака барабанщик, варламов не мог создать ничего цельного и прочее. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платья по четвертаку за уроку уж не проще музыкальные рецензии писать. Так и моя барышня. Я слушаю и не оспариваю. Но сзади всё бормочет и бормочет. И что ж ты думаешь? Подплывает к моей барышне толстая паба из породы маминек или тёти. Такая солидная, багровая, в пять обхватов. Не глядит на меня и что-то шепчет ей на пол. Барышня вспыхивает, хватается за щёки и как ужаленная отскакивает от рояля. Да что за гази, мудрый дип разреши. Ну думай, либо у меня фраг на спине лопнул, либо у девочки в туалете грех какой-нибудь приключился. Иначе трудно понять этот газус. На всякий случай иду в переднюю, оглядываю, галстук, фраг, тралала, всё на месте, ничего не лопнуло. На моё счастье, братец. В передней стояла какая-то старушонка с узлом. Всё мне объяснил. Ну, будь её я так бы и остался в счастливом неведении. Как говорит наша барышня, не может без того, чтобы характера своего не показать, рассказывать на каком-то лакею. Ой, да, около фротопедов молодцы, и давай с ним боляйся. Считать, словно с настоящим каким ахидосмехи, а мол, ведь стоит, вроде, не гость, а табёршу. Да, из музыкантов. Вот тебе и поговорила, спасибо, мальчик, вам не шепнула, и а то на чего доброго и подружку бы с ним прошлась. Теперь уж совестно, да поздно, слов не воротишь. Это князь, голубчик, старый и бредний, а нынче свет поумнел, и всё это вздор. Князь встал и дрожащим робким голосом произнёс. Я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Я не что, а вы страдали, из такого ада чистое вышли, а это много. Ну, к чему же вы стыдитесь, да с Рогожным ехать хотите, это лихорадка. Вы же господину Тотскому 70 тысяч отдали, и говорите, что всё, что здесь есть, всё бросите, а этого никто здесь не сделает, я... Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю правослова сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я буду работать, Настасья Филипповна, я... Я вас буду всю жизнь не уважать. Настасья Филипповна, заключи вдруг князь. Спасибо, князь. Со мной так ещё никто не говорил до сих пор. Меня всё торговали, а замуж-то ещё никто не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется всё, что говорил князь? Ведь почти что неприлично. Рогожин, да ты погоди уходить-то, да я вижу, ты не уйдёшь. Может, я ещё с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел? Да, и готовь свою пачку. А ничего ж, что жениться хочешь, а деньги-то всё-таки давай. Я за тебя, быть может, и не пойду. Ты что же думал? Как сам жениться, так пачка у тебя и останется. Врёшь. Я сама бесстыжая. Я тот, с кого наложницы была. Если мы говорим о студентах, то тут лёгких путей не бывает. Они, конечно, все разные. Каждый из них целый свой мир. И, в общем-то, хочу сказать, что развивались они традиционно, как обычно. Но когда они приходят, они все готовы к работе, они все такие озадаченные. Потом, когда у них что-то начинает получаться, они, так сказать, некоторые из них начинают думать, что они схватили Бога за бороду. И чуть-чуть начинают манкировать. Конечно, были и проблемы дисциплины. Но это всегда так. И я бы удивилась, если бы этого не было. Но вот что касается меня и моей дисциплины по сценической речи, я всегда с ними чувствовала себя комфортно. Просто потому, что конфликтов по поводу того, что кто-то что-то не сделал или не хочет сделать. Я могу сказать, что у нас с ними, смею так думать, налажен общий язык. Мы друг друга понимаем. И надеюсь, что мы испытывали взаимное удовольствие, потому что мне с ними было работать приятно. С каждым из них исключений нет. В этом смысле, вот то, что нам предстоит сегодня на госэкзамене увидеть, я бы так сказала, и я всегда им говорю, вот мне за вас не стыдно. Вы можете там какие-то, могут быть, мелкие шероховатости, что-то можно промахнуть. Но так вот по целому мне за вас не стыдно. Потому что преимущество их в том, что преимущество студентов, которые не имеют техники такой наработанной актёрской, они вынуждены вкладывать душу, они вынуждены вынимать вот те эмоции, которые не на технике основаны, а просто потому, что вот они абсолютно в данный момент так существуют. И вот это самое дорогое. И мы всегда говорим, что такой последний бал, вот самый высший, мы всегда ставим, если вы зрителя зацепите. И как мы всегда с педагогами говорим, если уж нас слеза пробьёт, то тут вот просто... Поэтому я хочу сказать, что я очень люблю именно студенческие. И работы по актёрскому мастерству, и по речи. Просто я испытываю удовольствие не потому, что это вот, наша. Значит, нет. В какой-то момент мы ощущаем, что мы идём навстречу друг другу. И я люблю, когда это наша общая работа. Пока на этом всё. Спасибо за внимание. Свои отзывы и предложения вы можете отправлять нам по электронному адресу Arsenal, нижнее подчёркивание, uln-mail.ru или позвонить по телефону 44 10 48. Также все передачи «Клуб Арсенал» можно посмотреть на нашем сайте tvarsenal.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok